В апреле 2017 года в Екатеринбурге состоялась третья по счету региональная утренняя молитва. Организатором мероприятия, как и в прошлые годы, стал Межконфессиональный пастырский совет города Екатеринбурга, в который входят более 20 представителей протестантских церквей нашего города. Это общественно-гражданское мероприятие, проводимое Евангельскими церквями России. Нынешний молитвенный завтрак посвящен теме 500 лет реформации «Духовно-нравственное преобразование общества». Молитвенные завтраки не нами изобретены, они происходят по всему миру, в разных странах Европы и Америки. Это началось уже в России, уже в Москве много-много лет проходит. Это когда группа верующих, служителей из разных церквей, протестанты, католики, православные, собирается все вместе для того, чтобы обсудить и те проблемы, вызовы, с которыми сталкивается общество. И как бы тот ответ, который сегодня есть в христианском сообществе, в разных церквах, для решения этих проблем. Молитвенный завтрак является одним из самых авторитетных общественно-религиозных переприятий в современном мире. Первый российский национальный молитвенный завтрак был проведен в 1995 году. С 2002 года в Москве такого рода встречи проходят регулярно в президент-отеле. Инициаторами данного мероприятия является консультативный совет глав протестантских церквей России при участии руководителей других крупнейших российских религиозных объединений. Мы приглашаем на наши встречи представителей общественности, культуры, искусства, представителей органов государственной власти, для того, чтобы, обозначив, может быть, те проблемы, которые насущны и актуальны сегодня, вместе искать возможности их решения. Поэтому это мероприятие может вполне стать площадкой, на которой и церковь, и общество могут вместе в одном диалоге выработать решения или ответы на проблемы насущности. Сегодня мы обозначили его в истории 500-летия реформации. Каким образом это связано с нами, живущими сегодня в 2017 году в Екатеринбурге? Дело в том, что евангельские протестантские церкви, присутствующие в том числе и на территории Свердловской области, несколько раз обращались в аппараты губернатора с предложением создать межконфессиональный совет на уровне губернатора, для того, чтобы решались вопросы, может быть, связанные межконфессионального диалога, так и социальной активности, чтобы крестьянские церкви могли бы осуществлять социальную деятельность консолидированно, совместно, потому что много ручейков вместе могут превратиться в реку. Национальный молитвенный завтрак проводится по инициативе руководства основных конфессий России. Также в молитвенном завтраке участвуют известные деятели науки, культуры и искусства, представители органов государственной власти и местного самоуправления. Основная цель – содействовать укреплению мира и согласия в российском обществе, в том числе между христианами всех конфессий, между верующими и неверующими нашей страны, между христианами и основными центрами российской власти. О бедней конфессии – это, конечно, одна из важнейших частей, потому что если не будет мира между христианами, то тогда будет межконфессиональная рознь, это очень страшно. И еще одна из целей – это для того, чтобы иметь диалог со всякими ветвями власти, потому что евангельские церкви в России – это очень сильные церкви, которые влияют на социальную среду. Поэтому мы хотим, чтобы наши усилия, наши наработки, способности, наши ресурсы в Евангельской церкви Екатеринбурге был задействован всеми ветвями власти для того, чтобы мы могли решить в основном социальные вопросы. Каждая церковь, она имеет центры реабилитации, это помощь крестным семьям, это реабилитация людей, больших после тюрем и так далее. То есть это большая социальная работа, это же созидание общества. Под словом «объединение» мы можем подразумевать конкретные цели. Это взаимодействие в том, что мы можем принести благо конкретно нашему городу и нашей области. Это же не просто какое-то абстрактное объединение, а то, чем представители религиозных организаций, общественности могут послужить. Сегодня третий, и я искренне надеюсь, что в следующем году будет четвертый региональный утренний молитвенный завтрак. И это станет доброй традицией и на будущие годы.